Каждый день у фигуристов начинается здесь, на тренировочной арене шайбы. Под чутким руководством тренеров юные спортсмены прокатывают короткие и произвольные программы, оттачивая свое мастерство. Десятилетний Саша Путинцев отрабатывает тройное сальто. Первые прыжки отрабатываются с лонжи, страховочной системой. Затем упражнение выполняется самостоятельно. Без падений, конечно, не обходится, но только трудом и стараниями можно добиться результатов, говорит Саша. Тем более, что качество льда, на котором они тренируются, вселяет уверенность и надежды на будущие победы. Я очень рад тут быть. Я тут ни разу не был, честно. Мне тут лед очень нравится, он хороший. Прямо как будто помогает мне прыгать. Сейчас я прыгаю в тройной сальков. Прыгаю еще дупель. Дупель у меня уже почти стабильно получается. И как бы думаю, что хочу попасть на Олимпиаду и сделать все тройные прыжки, там уже и четверные начать. Пока одна подгруппа тренируется на льду, другая разминается перед зеркалом в зале хореографии. Ведь прежде чем выписывать пируэты на коньках, нужно уметь держать равновесие и твердо вставать на ноги. А на соседней арене уже в самой шайбе клюшкой орудует хоккеисты. И даже после таких усердных тренировок ребятам не до отдыха. Переоделись, освежились и за парты. Учебу никто не отменял. Дети учатся в одной из образовательных школ здесь, в городе Сочи. Условия тоже созданы, на река никаких нет. Все программы, которые дети должны получать, они получают. Конечно, отдых в графике тоже присутствует. Ребята ездят на экскурсии, гуляют, и каждый вечер для них проводятся культурно-развлекательные программы. А в ближайший выходной они смогут понаблюдать за королевскими гонками. Трасса находится рядом с тренировочной базой. 200 спортсменов из 8 регионов пробудут в Сочи до 24 октября. Следующая группа прибудет в центр 1 ноября. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.